Здравствуйте! Мы виделись буквально недавно и даже в пылу утренников и корпоративов не сумели устать. И вот очередная встреча и разговор об отдыхе. Впереди нас ждут большие каникулы. На работу и учебу мы выйдем только 9 января будущего года. А значит, настало время отдыхать. Начнем с приглашений на елки. Их десятки на любой вкус и кошелек. До 4 января в центре «Авангард» работает ситцевая резиденция Деда Мороза. Прийти туда стоит, чтобы получить поздравления и загадать желания. Также в ЦК ИО «Новые приключения Кая и Герды» – это новогодняя сказка-шоу. Билеты в кассах Иванова концерта. Будете ждать спектакль – загляните на ярмарку, она там же в фойе. На ней можно докупить новогодние подарки себе и любимым, если не успели. Резиденция «Зимнего волшебника» работает и в торговых центрах. На елки также приглашают театры. Во всех трех, перед или после спектаклей, малышню и их родню, ждут хороводы Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Учите песенки, стишки и вперед! Ивановцам очень не хватает сказки. Так считают авторы нового циркового шоу, которое приехало в наш город из столицы. Для зрителей приготовили интересное приключение маленького мальчика, который открывает для себя волшебство в манеже. Публика, она хорошо реагирует на мираж с животными, потому что там идет взаимопонимание с животными. То есть попугай руку подал, сел. Собачки, то есть нет какого-то принуждения. Точно так же и работает наш великий, это народный артист России Николай Карпович Павленко. Это все легко смотрится. Помимо ярких костюмов и захватывающего сюжета, зрителей ждут номера с животными. Ну и, конечно, гвоздь программы выступления гигантских полосатых хищников. Понравилось начало выступления. Сначала с Деда Мороза начали, продолжили воздушными акробатами. Собачки, попугаи. Очень попугаи, собачки. Очень. Программа получилась очень разнообразная и насыщенная. После праздников вылезайте из-за столов с салатами и отправляйтесь за впечатлениями. Цирк гостит в городе до 12 января. Раз Дедушка Мороз под боком, мы хотим вас всех поздравить. С наступающим Новым Годом! Приходите. Наверное, каждая девочка мечтает стать балериной. Их вполне оправданно. Только посмотрите, какие они изящные, тонкие, как красиво и грациозно двигаются. Настоящие современные принцессы. Стать одной из этих граций легко. В балетной школе-студии Плие обучают детей от трех лет. Мне нравится, что тут можно просто позаниматься, ноги потянуть, руки. Тут можно просто научиться еще, когда будешь взрослым, можно уже на взрослые занятия ходить. Но балет – это не только красота, это большая работа, в том числе и над своим здоровьем. В школе-студии Плие девочек сделают гибкими и сильными. Их осанка будет правильной, а поступь красивой. Даже если карьеры в балете они не сделают. Изначально посыл такой был, что просто для общего развития. У меня очень энергичный ребенок, у него очень много энергии. И психология родителей какая? Пристроить лишь бы чем-то занимался. Но важно не то, чтобы лишь бы чем, а именно непосредственно я спрашиваю дочке, нравится ли ей. Ей нравится, поэтому ходим. А мне, как родителям, я могу сказать, что мне нравится именно преподаватель, который у Мирослава. Балетная школа – это не только место, где научат танцу, но и место, где воспитают или откроют в ученице настоящую леди. Для начала хочется, чтобы было красиво, чтобы была выработана изящная походка, женственность, грация. Да, нам здесь нравится. Здесь очень вежливый, грамотный персонал. И мы ходим с удовольствием. А школа бабы Галины, дедушка и баба Нина приедут с папой. Посмотреть на концерт. А у родителей есть уникальная для нашего города возможность не ждать детей в коридорах, не терять время, а заниматься самим. Исполнить мечту, стать балериной можно в любом возрасте. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем, чтобы в будущем году вы чаще находили время на отдых, на проведение этого времени со своими близкими и родными. И, конечно, приглашаем вас в каникулы в кино. У нас в прокате будет три комедии. Это «Холоп», «Полицейский срублевки» и «Джуманджи», историческая драма «Союз спасения», фэнтези-лента Федора Бондурчука «Вторжение» и заключительный фильм из серии «Звездных войн». Каждый зритель найдет для себя что-то по душе. Для самых маленьких зрителей в прокате два мультфильма «Иван Царевич и серый волк» и «Холодное сердце». С 9 января также в прокате камуфляж и шпионаж. Приглашаем вас в гости и желаем всего самого наилучшего в будущем году. Нерпы маленькие, а удовольствие огромное. В торговом центре «Ясень» ежедневно проходит шоу байкальских пресноводных тюленей, а точнее их детенышей. Симпатичные зверьки играют на музыкальных инструментах, танцуют и зажигают публику. Если хотите сделать подарок себе и детям, отправляйтесь смотреть шоу «Нерпят». Такого вы еще не видели, милота зашкаливает. Существует легенда у бурятов в республике Бурятия, что если «Нерпу» встретить и она посмотрит в глаза, то человеку сопутствует удача. Так что мы всех вас ждем до 26 января в торговом центре «Ясень» первый этаж. Мероприятие не закончится с боем курантов. Тишина по плану только 1 января. Остальные дни – полная и насыщенная программа. Не забудьте заглянуть в парки. Там можно покататься на коньках, ватрушках и лыжах. Если нам все же повезет и снег все-таки выпадет. Там же в парках в праздничные дни народные забавы и игры. Следите за афишей. С 6 января в ЦКИО детский спектакль по мотивам повести сказки Гоффмана «Щелкунчик» под названием «Новогодний сон». Подойдет он даже для самых маленьких. 7 числа в Олимпии ледовое шоу мирового уровня «Бременские музыканты на льду». Одевайтесь потеплее и готовьтесь удивляться. Постановки в 15.18.00 с 6 по 8 января будет проходить 21 по счету конкурс «Серебряные голоса». Приедут десятки талантов со всей страны. Приходите и оцените молодые дарования. А на этом все. С наступающими праздниками. Ну а редакция телеканала РТВ Иванова прощается с вами. Год был сложный и интересный. Поэтому отдыхайте со всей душой. Тепла и счастья. До свидания. Мы были рады направлять вас в вашем отдыхе.